Законодательства и механизмы, предназначенные для борьбы с коррупцией, играют критическую роль в создании справедливого и честного общества. Все они совместно способствуют укреплению правопорядка, повышению прозрачности и созданию среды, где честность и справедливость признаются и поощряются. Об этом более детально рассказала доктор политических наук Светлана Миронова. Законодательство наше молдавское в целом на данный момент можно оценить по пятибалльной системе на пятерку, твердую пятерку, может быть там с какими-то несколькими минусами. Другое явление, которое все-таки стоит отметить, это механизм, механизм реализации. В принципе, законодательство четко устанавливает такие принципы, как, допустим, повышение уровня ответственности органов публичной власти, конкретно каждого в отдельности государственного публичного служащего за свои решения, за принимаемые решения. Это повышение ответственности антикоррупционных органов. То есть мы можем сказать, что да, этот орган совершил какое-то правонарушение, а вот этот орган, допустим, Национальный центр по борьбе с коррупцией, должен довести до ума. То есть расследовать это правонарушение и привлечь к ответственности виновных лиц. Естественно, судебная система должна поддержать это решение, если там будут четкие доказательства совершения коррупционного преступления. Поэтому уровень профессионализма в этой сфере, в сфере выявления и привлечения к ответственности должен постоянно повышаться. Это совершенствование неподкупности в публичном секторе, предупреждение о коррупционном проявлении. И, наверное, на мой взгляд, самое важное, это прежде всего проявление нулевой толерантности к явлениям коррупции. Еще раз повторяю, что не стоит ждать, что кто-то придет, не важно, прокурор, иностранный и так далее, и наведет порядок. До тех пор, пока каждый из нас не будет знать антикоррупционного законодательства, не будет требовать, чтобы ответственные органы действительно выполняли свою работу, мы будем сталкиваться с этими грехами. Игорь Гросу, председатель молдавского парламента, в эксклюзивном интервью для портала ЛАФМД заявил, что в Молдове на сегодняшний день самой главной реформой и самой необходимой является юридическая реформа. Юридическая реформа, она очень сложная реформа, но она главная реформа, потому что это как бы нервная система страны. Здесь должно быть все усилия, потому что потом, если здесь не исправить вещи, потом в экономике, в социальной, в воспитательной, в образовательной и других процессах, не будут ощутимы изменения.